Здарова, воин! Сегодня я хочу поговорить о предателях, сознательных, несознательных. Вот случайно нашел канал Береста, который, в общем-то, говорит много умных вещей. Иногда даже правильных, но вот странных. Все из-за меня, из-за того, что я не развил тела, из-за того, что в воплощениях были ошибки. И ты-то откуда знаешь, Лидуська, бабуська, еще одна крэйзи бабуська у нас, у нас была Викуська, теперь Лидуська. Они просто как говорят, ну, шаблон-то один, и ложа практически одна, которая их поддерживает и пишет вот эти бредовые тексты, которые можно как-то еще слушать одним ухом, и то выключив какое-то логическое осмысление, критическое мышление. Просто невозможно это слушать, если задавать вопросы, а что имеется в виду. С предателями однозначно все понятно, но вот хуже ситуация, когда вот я не знаю, предатель или нет. Потому что вот вроде хороший канал, вроде умные девушки. Действительно, я не знаю, как их отнести и к кому. Но иногда выдают вот такие перлы. Например, вот нашел, где они говорят. То есть, с одной стороны, вроде симпатичные девушки, умные вещи говорят, правильные вещи видят. То есть, при всех нюансах видение, в общем-то, правильное. Но возникают нюансы, нюансы такого плана. Например, вот оформление канала. Вот эта вот сетка, которая используется компьютером для построения 3D-моделей, для обработки, ну, например, для цифровой идентификации. В общем, ну, цифровизация. На мой взгляд, они просто цифровизируют. Ну, для построения 3D-моделей там лица и человека и так далее. Пиарят проект врага, цифровизация. То же самое QR-код. 3 шестерки – это то, чем сейчас нас клеймят, штампуют, и то, куда загоняют. Зачем это пиарить? Вот само по себе это не говорит, ну, ни о чем. Ну, могут ошибиться, там, не хотят. Вот это сейчас модно же, цифровизация и так далее. Хотя это проект врага. Ну, хорошо. То есть, само по себе, возможно, это исключение, которое, ну, ни о чем не говорит. Но вот некоторые вот эти вот их фразы, вот в этом сеансе, они, на мой взгляд, достойны некоторого рассмотрения и оценки. Хотя я постараюсь их не давать со своей стороны. И я хотел бы, чтобы люди сами сделали решение, выводы.